Законодатели Законодатели В прошлом году депутаты приняли решение и внесли изменения в закон о бюджетном процессе, на основании которого рассматривается бюджет. И было принято решение о том, чтобы рассмотрение бюджета совместно администрации и депутатов уже имело нулевой цикл, и в настоящее время мы рассматриваем его на площадке администрации. То есть вместе с главными распорядителями бюджетных средств депутаты уже рассматривают проект, то есть куда будут направлены эти средства. Ведь именно от бюджета нашего зависит, как будет развиваться округ, будут ли социальные выплаты осуществляться. То есть это очень главная, очень значимая работа, и она проводится в настоящее время. Затем до 15 октября администрация должна внести проект бюджета на площадку собрания депутатов. В течение двух недель счетная палата и наш экспертно-правовой отдел будут его рассматривать и делать заключение. И затем уже непосредственно на всех профильных комитетах в комиссиях будет рассмотрение вот этого бюджета. Затем будут депутатские слушания, на которых мы будем вырабатывать уже рекомендации. И хочу сказать, что в прошлом году это у нас была вот первая работа такая проходила. Но практически все рекомендации, которые были выработаны, это депутатские слушания, совместная работа. И администрации депутатов практически все рекомендации были выполнены. Александра, вот эти нулевые чтения, они же были введены в прошлом году впервые, правильно? Они оправдывают себя такая форма работы или нет? Ну вот посмотрите, если раньше, почему это произошло? Мы стали изучать опыт других регионов. И если раньше бюджет приносили на площадку, проект бюджета заносился в собрание депутатов, и депутаты начинали рассматривать и должны были уже в течение 10 дней носить поправки. Как можно вносить поправки, если ты даже не знаешь, что запланировано в этом бюджете? А вот на сегодняшний день уже депутаты знакомятся, какие, значит, можно было делать поправки, что не внесено в проект бюджета. То есть это непосредственно работа была, которая проведена с жителями, да, и необходимо учитывать вот эти предложения и замечательные наших жителей. То есть это и есть депутатская работа. А как вы оцениваете вот прошлогодний бюджет? Все получилось? Он был сложным, не сложным? Он оправдал себя? Не оправдали вот эта вот вся работа, которая депутатами вашей комиссии, в частности, проводилась? Она себя оправдала? Есть положительные результаты? Ну, я думаю, что это не просто вот работа только депутатов, да, это совместная работа. То есть мы вместе с администрацией, вместе с главными распорядителями средств рассматриваем и направляем средства куда необходимо, да. На самом деле бюджет был сложный, но тем не менее все социальные выплаты были у нас произведены, заработная оплата, это основное, была, значит, выплачена, но и практически все у нас, ведь ресурсоснаживающие предприятия, очень большую занимает процент, практически все было, не практически, а все было оплачено. Матвей Михайлович, а с чего началась работа вашей комиссии в этом году? Да, я являюсь руководителем комиссии по делам Ненинского и других младчисленных народов в собрании депутатов. У нас состоялось первое заседание, один из главных вопросов, который был рассмотрен, это администрация предоставила в собрании депутатов отчет о состоянии оленеводства в Ненинском автономном округе. Такую норму мы ввели в 2019 году для того, чтобы профильный департамент администрации ежегодно отчитывался о состоянии дел в этой важнейшей для нашего округа отрасли. Ну, результаты какие? Год был, в принципе, неплохой 2020 для оленеводов, но, к сожалению, большинство оленеводческих хозяйств закончили его с убытками. Это связано с тем, что у нас давно не повышались приемные цены на мясо для оленеводов, себестоимость продукции растет ежегодно, увеличиваются стоимости и запасных частей, и техники, и топлива, и продуктов питания. Себестоимость растет, доходы сохраняются, и, естественно, падают прибыли. Некоторые хозяйства даже закончили год предыдущий с убытками. Сокращается количество оленеводов, которые работают в оленеводческих хозяйствах. То есть отрасль находится не в критическом ситуации, но в довольно-таки трудном положении. И при рассмотрении мы обратили внимание администрации и рекомендовали, чтобы была оказана соответствующая финансовая поддержка оленеводческим хозяйствам. Был рассмотрен вопрос об увеличении субсидий, о перераспределении субсидий. Вот сегодня же как получается, что у нас субсидии оленеводы получают только в том случае, если они сдают мясо на переработку на мясокомбинат или другим переработчикам. Оленеводы, которые, оленеводческие хозяйства, которые продают мясо населению, они субсидию не получают. В принципе, из-за чего и возникает такая высокая цена реализации мяса для населения в населенных пунктах. Вот. Значит, мы рекомендовали, чтобы субсидия была распространена не только на то мясо, которое раздается на мясокомбинат, но также и на продукцию, которую оленеводы реализуют самостоятельно в населенных пунктах, в городе, в других местах. Вот. Значит, рекомендовали возобновить программу по поддержке оленеводства, именно те пункты, которые связаны с приобретением основных средств для оленеводов. Ну, помните, вот раньше у нас приобретали для оленеводов снегоходы, приобретали комплекты кочевого жилья, брезент, оленоткань, приобретали спецодежду. И к этому нужно возвращаться для того, чтобы оленеводов оленеводов поддержать напрямую, так считают депутаты. Вот при издатном комиссии уже состоялось, вот насколько я знаю, заседание в профильном департаменте с руководителями хозяйства, они это направление тоже поддерживают, потому что, понимая, чтобы сохранить отрасль, нужно принимать уже сегодня меры, их нужно принимать срочно, потому мы потеряем оленеводство, а потом будем думать, как ее восстанавливать, и на это потребуется гораздо большее средство, чем сейчас. И договорились, что на ближайшей планерке, которая будет в собрании в этот понедельник, мы уже этот вопрос рассмотрим и наметим конкретный план действий со стороны собрания депутатов для того, чтобы уже в бюджете следующего года были предусмотрены дополнительные средства на поддержку наших оленеводов. Матвей, а какое самое такое хозяйство оленеводческое, которое больше всего нуждается в поддержке, можно выделить или все, в принципе, нуждаются? Ну, нуждаются все, но в первую очередь, конечно, трудности испытывает хозяйство «Рассвет Севера», которое не может выйти из долгов, которые накопились уже очень-очень давно, и вот этот вот круг, который существует, они никак не могут его разорвать, как бы и каждый год встречаются с убытками. И гораздо, конечно, труднее ситуация с финансами в оленеводческих хозяйствах, у которых нет поддержки со стороны нефтяников, которые находятся на западе нашего округа. Ну, в принципе, все хозяйства, которые на западе, они находятся в трудном финансовом положении. А запланированы какие-то поездки в оленеводческие хозяйства в ближайшее время, вообще в течение года? Да, конечно, поедем. Мы регулярно как бы встречаемся с оленеводами и в Наринмаре, и непосредственно выезжаем, и в стойбище выезжаем, чтобы, ну, узнать, как бы не только как видят состояние дел как бы к председателям хозяйства, но в том числе как бы и как смотрят на это оленеводы для того, чтобы ну, держать руку постоянно на пульсе. Вот недавно вот в Нариминосе были, ну, ситуация такая, как я вам сказал, как бы люди действительно волнуются за свое будущее. И не только волнуются, они еще искренне переживают за то, чтобы отрасль, которая у нас главная, наверное, в Нейском автомобиле округе, не побоюсь этого слова, действительно главная, как бы она главнее гораздо, чем нефтяная отрасль и газовая, для того, чтобы она была сохранена, для того, чтобы то дело предков, которое они начали, чтобы оно было продолжено. Спасибо. Татьяна Александровна, законотворчество – это процесс продолжительной, требующей времени от разработки до принятия закона. Что удалось за последнее время сделать? Ну, абсолютно правильно вы заметили, да, не просто так депутаты что-то выдумали и потом принимают закон, да. Это то, что необходимо жителям нашим. Вот, ну, взять, например, такой форум, который у нас проводился с 18 по 20 мая в Наринмаре, здоровые дети, здоровая Арктика. Приезжали у нас с Архангельска, со СГМУ, ректор, проректор, доктора медицинских наук. Они очень хорошие, полные доклады сделали. Они помогли нашим докторам и принимали деток. Но, значит, в процессе, после форума, вернее, были приняты резолюции, была принята резолюция. И в резолюции содержало где-то 16 пунктов. И стоит отметить, что уже из 16 пунктов у нас 4 реализованы. Потому что каждый понимает, что детство, особенно на Севере, да, у нас те люди, которые проживают на Севере, здоровье у них на 18% ниже, чем у остальных, которые проживают в средней полосе, а для детей это стрессовая ситуация проживания за паярным кругом. Поэтому, значит, мы приняли решение, ну, во-первых, должны быть работать здесь специалисты, а у нас специалистов мало, и те, которые приезжают, им необходимо обеспечивать жильем. Мы оплачиваем за наем помещение, но это были ограничены, это было в течение 5 лет. Если более 5 лет работа уже за помещение не оплачивалось, поэтому было принято решение эти рамки убрать сейчас. То есть они за наем помещение полностью оплачивают, несмотря на то, сколько лет проработала. Дальше у нас дети в школе-интернат, которые обучаются. Ну, сейчас же видите, какая проблема со здоровьем возникает в целом по стране. Если ребенок заболел, то экстренная помощь оказывается бесплатна вначале, а затем необходимо приобретать лекарства. Лекарства у нас все очень дорогие, поэтому мы приняли решение внести изменения в закон и добавили еще одну категорию. Это дети, которые проживают в интернате. Ну, вот, например, взять у нас Бугрино, да? В школе-интернат проживают где-то 40 человек детей. Рейс туда на Колгоев раз в неделю. Да, вот детки же не будут ждать, когда родители отправят. То есть это мера необходимая была. Дальше очень много говорили о дополнительном, бесплатном вот у нас образовании для детей, да? Ну, губернаторам было такое принято решение летом, что у нас бесплатно все кружки вот эти в городе, да? И вот это тоже правильное было направление. И затем очень важно, когда рассказывали, значит, доктора медицинских наук, что необходимо, чтобы дети, так как они живут на севере, нет солнца, необходимо, чтобы принимали витамин D. В настоящее время бесплатно у нас получают дети до года, а остальные детки не получают. Поэтому в проекте бюджета уже запланировано, что дети с одного года до трех лет будут получать по рецептам, если они захотят, бесплатно витамин D в капельках, а с трех до семнадцати лет в капсулах. То есть у нас таким образом бесплатно по рецептам смогут получать витамин D с года до семнадцати лет. То есть вот такие необходимо проводить форумы и вот вообще дальше разговаривать для населения, делать вот такие вещи. Александровна, а вот принимается законопроект, вы как-то оцениваете эффективность, насколько этот закон уже в действии он нужен или может быть какие-то есть законы, которые не приносят действительно тех ожидаемых результатов и их стоит отменять? Как это вообще происходит? Ну вот знаете, у нас же, если по мерам соцподдержки, да, у нас практически сто семьдесят выплат. И, конечно, мы не раз говорили о том, что их надо систематизировать, во-первых, проанализировать, необходимы ли эти выплаты. Да, где-то, конечно, получают очень большое количество людей. Ну вот взять, например, три пятьсот, которые у нас есть, да, получают там шесть тысяч восемьсот человек. Необходимо это взрослому поколению, старшему поколению? Да, надо. Значит, ну и там у остальных получается три сто восемь, это две тысячи восемьсот человек. То есть в целом десять тысяч человек старшего поколения получают поддержку с окружного бюджета. Это необходимо? Да, необходимо. Вот и президент ведь сегодня, да, десять тысяч выплата была произведена для старшего поколения, потому что понимает, что меры поддержки необходимы для старшего поколения. И у нас самое главное, что оказывается, большая помощь это для семей, имеющих детей и для инвалидов. Эти категории у нас просто в приоритете. По остальным, да, на самом деле, вы правы, необходимо, чтобы была сделана работа, проанализирована, ну и, наверное, уже что-то может необходимо заменять или дополнять. Ну, этой работой занимаемся. А часто в основе законопроекта или закона лежат как раз вот обращения жителей, как эта работа выстроена, вот каким образом вы узнаете эти чаяния жителей, да, что им нужно, какой действительно закон нужен, как это происходит? Ну, конечно, необходимы встречи. Да, если когда есть встреча с избирателями, тогда это непосредственный диалог. Ну, взять вот на последней сессии мы приняли закон. При встрече с педагогическим коллективом в поселке Красном они сказали, что да, на селе они получают выплату за коммунальное возмещение, за коммунальные услуги 1200 в течение 9 месяцев и 2163 месяца. Это считался зимний период. Но так как мы живем все-таки в условиях Крайнего Севера, да, у нас зима практически 6 месяцев, поэтому они предложили, нельзя ли увеличить вот эту выплату еще на 3 месяца. И на последней сессии мы приняли решение, что да, всем специалистам, которые у нас работают на селе, выплата будет осуществляться 2,166 месяцев и 1506 месяцев. То есть мы увеличили на 3 месяца. Матвей Михайлович, а какие у вас есть примеры того, когда какие-то обращения жителей стали основой законопроекта или закона? Ну, у нас, наверное, все законопроекты, они в основном как бы разрабатываются на основании предложения жителей, потому что собрание депутатов – это орган коллегиальный, и он представляет интересы не только разных партий, наверное, как бы и разных возрастных групп Нинска автономного округа. И постоянно возникают какие-то споры, в которых рождается истина. Вот Наталья Александровна рассказывала про поводу получателей доплат, как бы, пенсии. Вот мы, на самом деле, до сих пор еще спорим, как бы, стоит или нет вводить ценз проживания для того, чтобы выплачивать вот эти 3,500, как бы, и до сих пор не можем договориться. Но, наверное, может быть, в этом сезоне как бы придем к какому-то политическому миниципалу, придем к какому-то выводу, как бы, и вот что-то как бы решим все-таки. Нужно нам вводить ценз проживания для получателей этих выплат или, как бы, не нужно вводить жителей, то есть могли бы уехать в другой регион и спокойно эту доплату получать, а не мучиться всевозможными переездами туда и обратно. Вот. Ну, а все законы, на самом деле, они хождаются на основании предложений жителей нашего округа. Не только законная, но и та представительская работа, которая ведется депутатами собрания депутатов. Вот. У нас вот, то, что касается нашей комиссии, очень большое внимание уделялось вопросами, связанными с организацией рыбной ловли на территории Ненинского автономного округа. Вот. Хорошая, в принципе, очень новость, что с 1 декабря жителям сельских населенных пунктов можно было ловить рыбу на реке Печора. Вот. Тут вот проклятый пункт 79.1.Ж. Правил хобороста для северного рыбохозяйственного бассейна, который в свое время установил, что жители могут ловить рыбу зимой в границах муниципальных образований. Он, наконец-то, у нас отменен. Вот. И, ну, такой вот пример, как бы, в котором не только была работа депутатов окружного собрания, которые, естественно, как бы занимались постоянно и на всех площадках заявляли о необходимости принятия такого решения. Ну, и подключились и депутаты Государственной Думы, и по партийной линии подключились. Вот. Андрей Анатольевич Турчак очень активно принял участие в решении этого вопроса. И в итоге, как бы, были внесены изменения, в соответствии с которым сельчане с 1 декабря смогут увидеть рыбу в любом месте на реке Печора. Ну, соответственно, перед этим промаркировав сети и, ну, как бы, добывать рыбу себе на пропитание. Также вот изменились у нас тоже вопрос, который подняли жители поселка Усть-Кары. Ну, как у нас оказалось, что в соответствии, опять же, с правилами рыболовства экватория Карской губы не была включена ни в один из бассейнов. И также были приняты изменения, в соответствии с которым для рыбаков-любителей появилась возможность для жителей, которые проживают в Усть-Каре, ловить рыбу в Карской губе всевозможными ловушками. Есть там еще вопрос по поводу промышленного рыболовства, он как бы тоже решается. А жители поселка уже, ну, в этот сезон могут спокойно рыболовить, соответственно, промаркированными орудиями лова, и это не приведет к каким-то проблемам с правоохранительными органами и со всем остальным. Это с 1 декабря тоже, да, вступает? Да, с 1 декабря, да, вступает с его. А вернемся к главной теме – формированию бюджета. Что, по вашему мнению, необходимо в бюджете предусмотреть обязательно? Какие пункты, какие статьи на какие? Ну, предложений очень много, да, но мы же должны понимать, что самое главное, что необходимо, чтобы, ну, и город, и поселение наше развивались, да. Например, вот взять, если по нескольким населенным пунктам, да, вот в Харуте, у них необходимо, чтобы школа у них старая уже, да, необходимо, чтобы был капитальный ремонт здания школы. Давным-давно уже сделано ПСД, вот, но пока мы не могли включить. Я надеюсь, что в бюджет этого года это будет уже, в следующие годы, вернее, включено. То же самое по больнице, которая в Харуте, там необходимо 18 миллионов, сделано ПСД, но средства не были предусмотрены, я надеюсь, что в бюджете на следующий год, значит, это найдет отражение. Для того, чтобы, очень важно, чтобы у нас очаги культуры были в населе, да, вот, очень старое здание в Каре, очень, ДК, очень старое здание в Харуте, и на сегодняшний день земельные участки у нас предоставлены инвесторам, а в Харуте практически уже на 60% здания построено, но необходимо будет уже предусмотреть средства на выкуп этих зданий. Вы знаете, очень хорошо, что у нас есть такой вот поселок Харивер, где, вот, мы говорим, рождаемость, демография, да, а там в прошлом году родилось практически 30 детей, но нет садика. Здания садика, ну, его нет, поэтому дети, на сегодняшний день детский сад расположен в здании школы, и это неправильно. Есть проект, но в бюджете пока эти средства не предусмотрены. Я надеюсь, что все-таки мы найдем возможность и предусмотрим средства для строительства социально значимым, на самом деле очень значимым для поселка Харивер. А дальше, если взять у нас поселок Уськара, у нас там есть интернат, да, это отдаленный населенный пункт, значит, но детки питались отдельно в столовой, столовая была очень холодная. И в бюджете этого года предусмотрены были ассигнования для капитального ремонта, и это здание будет отремонтировано. То, что касается по Каратайке, очень важно, и все время говорят о том, что необходимо, значит, строительство школы-интернат, необходимо строительство модульной, модульной здания-котельной, чтобы могли подключаться наше старшее поколение и не ходить, не носить вот этот уголь. Но то, что касается по школу-интернату, у нас были дни на Совете Федерации, помните, да, вот, там было предусмотрено в том числе мероприятие и по строительству школы-интернат в Каратайке, я надеюсь, оно будет реализовано, но и очень важно, что было еще предусмотрено также капремонт зданий ДК в Харуте и в Оме, и они, я вот думаю, что до конца года несколько, конечно, подрядчик подвел, и уже сроки прошли, но это будет сделано. И также по Красному было там предусмотрено 5 миллионов на модульную, на модельную библиотеку, но необходимо было, чтобы здание, поэтому, отремонтировано, поэтому на ремонт здания деньги были уже найдены в окружном бюджете. То есть вот много таких, по каждому населенному пункту можно рассказывать, что необходимо делать, так же, как и по городу. Но сразу все не сделать, должна быть система и плановость в работе. Тогда мы будем достигать каких-то целей. Наталья Александрович, на ваш взгляд, это самые важные вопросы. Да, Ольга, на самом деле, как бы у каждого депутата много сокровенных желаний, связанных с использованием бюджета. Вот Наталья Александровна многое уже рассказала, как бы, в отношении моего избирательного участка, это Восток-Ненецкого автономного округа, ну, о тех проблемах, которые существуют. И действительно, как бы, хочется, чтобы на те решения тех проблемных вопросов, которые есть, и строительство социальных объектов, были запланированы средства в бюджете. Потому что мы все прекрасно понимаем, не средств в бюджете, значит, ничего не двинется вперед, ничего не будет построено. Вот единственное, Наталья Александровна, упустила это, вот, мое сокровенное желание для того, чтобы дорога на Ринмар-Красный, она была окончательно все-таки отремонтирована, и в первую очередь, проблемный участок, который перед рекой Кундюк, для того, чтобы там стало нормальное покрытие, или твердое желательно, чтобы это было, и для того, чтобы, если когда идет дождь, больше жителей поселка не ездили, там, ну, невозможно поехать, сами знаете, и в этом году мы, в следующем году мы должны обязательно это все сделать и средства в бюджете предусмотреть. Вот, и на самом деле, как бы, вот, после того, когда мы приняли изменения в бюджетный процесс в прошлом году, у депутатов появилась возможность отстаивать интересы своих избирателей, вносить предложения в бюджет, вот, как Наталья Александровна правильно сказала, что до этого у нас практически возможности, и такое не было. Бюджет вносился, и расстояние между чтением было настолько маленьким, что даже депутаты не только рассмотреть бюджет не успевали, как бы, по сути дела, предложение внести поправки. Сейчас такая возможность есть, бюджетный процесс мы переделали для того, чтобы возможность такая у депутатов появилась, и в прошлом году мы это очень эффективно, эту возможность использовали. В частности, вот мы увеличили стипендии для дошкольных учреждений, добавили денег на содержание пожарной охраны. Что там, Тальсон, еще было? Много было. Много было. Были большие поправки. В этом году, наверное, они тоже будут. Ну, возможно, какие-то вопросы будут сняты, и вот при нулевых чтениях, которые сейчас проходили, будем работать, стараться для того, чтобы округ наш развивался и двигаться вперед. А можно сказать, вот сейчас, вообще можно так ли говорить, в прошлый бюджет он был напряженным, да, а бюджет, который планируется на следующий год, он будет лучше, как правильно сформулировать, либо он будет таким же напряженным, что нам вообще ждать от финансового скача? Ольга, пока сложно сказать, да, потому что, еще раз повторяю, на площадку собрания депутатов бюджет не внесен, мы не видим параметров бюджета доходной, расходной части в целом, да, но следует отметить, что всегда денег, денег много не бывает, как говорят, да, всегда хочется большего, но для того, чтобы достигать, конечно, чего-то, даже при малых деньгах, да, еще раз повторяю, должна быть системность, плановость в работе. Системность, плановость в работе может быть только тогда, когда есть программы, и у нас весь бюджет сформирован на основании программ, практически 98%, вот, но следует отметить, чтобы наши сельские поселения развивались, да, и президент ведь много говорит о том, чтобы необходимо поддерживать тех, кто работает на селе и в целом село, вот, поэтому необходимо разработать комплексную программу развития сельских территорий, об этом говорим мы много, департаментом практически они разработаны, вот эта программа, но еще не утверждена губернатором, и я надеюсь, что в этом году, наконец-то, она будет разработана, и мы увидим и каждый житель, да, мы вот приезжаем по сельской поселения, нам говорят, вы опять о чем-то рассказываете, а потом опять не случается, да, но не случается, потому что, да, мы не знаем, ну вот, что нам делать дальше, да, вот мы то, значит, в одно здание строим, то другое, а если мы будем знать по каждому населенному пункту, что необходима инфраструктура, строительство социальных объектов, строительство жилья, сколько жилья, то есть это планово, системно все будет разработано, тогда на самом деле можно будет приезжать и говорить, уважаемые, вот с вами было все согласовано, а тем более мы договорились, что эта программа должна быть все-таки согласована с депутатами, с главами, то есть с жителями села, каждый должен понимать, куда идет их поселение, как будет развиваться, не для того, чтобы приезжали те же молодые специалисты, сегодня молодым специалистам не интересно приезжать на село, да, потому что, ну, инфраструктуры нет, они если поучатся где-то в Санкт-Петербурге, в Москве, конечно, если есть возможность, остаются там, вот, а привлечь их сюда только деньгами невозможно, надо создать условия, ну и, конечно, и выплаты соответствующие, вот, тогда и будет развитие, и комплексное развитие в целом не только поселений, но и нашего региона, ну и потом, очень важно, чтобы у нас сегодня проблема по городу, это чистая вода, вот, и необходимо тоже прорабатывать этот вопрос, очень хорошо, что у нас очень тесное, Матвей Михайлович сказал, взаимодействие, значит, депутатов окружного собрания, депутата Госдумы был один, сейчас у нас будет два депутата Госдумы от Менинского автономного округа с сенаторами, вот эта работа плотная проводится, и это дает результаты, конечно же, то, что губернатор постоянно вот собирает, рассказывает, каким образом куда идти, и департаменты у нас очень плотно работают с федералами, а получение федеральных средств очень значимо для нас, потому что на наш бюджет, на нашем бюджете невозможно будет сделать все то, что было у нас запланировано. Естественно, должны быть средства федерального бюджета. Ну и в любом случае, на самом деле, будем надеяться, что бюджет будет лучше, потому что все мы видим, что и цены на нефть растут, но это пока только надежда. Но мы должны понимать, что просто внесение и предусмотрение средств на те или иные расходы в окружном бюджете, это еще не гарантирует то, что это будет сделано, построено и воплощено в жизнь. И во многом для этого необходимо повысить уровень специалистов в Менинском автономном округе. Вот моя личная позиция, думаю, Наталья Александровна тоже поддерживает, что все-таки в округе должны быть свои профессиональные кадры, и мы должны активно работать, чтобы они у нас были свои, выращенные, которые будут знать округ, которые будут работать не только в органах государственной власти, но и в том числе, но и заниматься теми направлениями, руководить предприятиями, организациями, даже в сельском хозяйстве. Посмотрите, у нас кадров на самом деле не хватает, уходит председатель недалеко от города хозяйства поставить, но вместо его некого. Не будет председателя, значит, хозяйства не будет. До чего мы так дойдем? Все должны решать кадры. Свои, местные, выращенные. Наша программа к концу подходит. Я надеюсь, очень, я думаю, вместе со всеми жителями, что бюджет у нас всегда будет положительный, что всегда будет на все хватать денег, и кадры будут привлекаться, и все будет замечательно. А я прощаюсь с вами. Спасибо, что вы нашли время, пришли к нам на программу. А телезрителям напоминаю, что сегодня в нашей студии были депутаты окружного собрания, заместитель председателя регионального парламента Матвей Чупров и председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова. До свидания, до встречи через неделю. Матвей Чупров и председатель